Наш эксклюзивный материал о поддержке тех, кто сегодня отстаивает на поле боя мир и благополучие новых российских регионов. Речь пойдет о Тверском танкисте, который после отпуска снова отправляется в зону специальной военной операции. В дорогу защитника Родины собирали общественники и представители местной власти, снабдив всем необходимым в тяжелых фронтовых условиях. Наша съемочная группа пообщалась с героем нашего времени и узнала, с каким настроением Максим Белостоцкий отправляется на передовую. Максиму всего 25 лет. У молодого парня уже есть настоящий боевой опыт. Он механик-водитель танка Т-80. Воюет на передовой на сложнейшем Авдеевском направлении. Спустя 8 месяцев службы в зоне СВО пришел домой. На фронте Максим получил травму и проходил реабилитацию на родине. Настроения все позитивные, но каждая работа, каждый выезд всегда страшна. Бывали случаи, что и ребят в коробке танки подбивали. Ты когда это узнаешь, ждешь ребят, когда они приедут. Были случаи, когда и нас на позициях сжигали. Говоря о причинах своего решения служить, Максим сказал просто и уверенно, что это патриотизм, глубоко укоренившийся внутри него. Он хочет защищать свою семью и родную землю. Вот этот характер у него проявлялся с детства. Когда он сказал мне, мам, я себя не нашел за три года здесь после армии. Я себя не нашел. Я не вижу себя здесь. Я хочу служить. И он с таким энтузиазмом рассказывает. Он настолько поддерживает ребят, и я вижу, что ему там интересно. Я ни разу из его слов за 8 месяцев не услышала какого-то сожаления. То, что я хочу домой. Вот я пожалела об этом. В отпуске боец почти все время уделял семье, рассказывая о фронтовых буднях. Ну, первые две недели мы не спали. Он до пяти утра мне рассказывал. Все, он говорил, говорил. Главная моя задача была выслушать его. Он вот, я приезжаю с работы, мы садимся. И просто до пяти утра могли говорить. Но долго быть дома уже для него не представляется возможным. Максим ждет, когда вновь отправится к своим сослуживцам. Ну, хорошо. У нас с ребятами надо помогать все равно. Да и сам долго тоже не хочешь уже оставаться. Не раз подшефный нашему региону танковый батальон «Волга» посещал губернатор Тверской области. Игорь Удени направлял бойцам гуманитарный груз. Помощь и поддержка из тыла очень важна. Сейчас помощь бойцам оказывают общественники, директорам местных предприятий и местные власти. Я благодарен всем, кто принял участие в сборе этой помощи. Но в первую очередь, я, конечно, благодарен Максиму и всем ребятам, которые в зоне специальной военной операции защищают интересы нашей страны. Уже завтра Максим вновь отправляется в зону спецоперации. За маму спокоен. Ее здесь защитить есть кому. Защитник. И пока меня нет, вот есть кому защищать. Кто же танкист? Черный. Боец также выразил свои пожелания тем, кто ждет своих героев из-за ленточки. Как там говорят, поддерживайте и встречайте их с любовью. Ведь даже самым отважным бойцам важнее всего поддержка из родных краев, от дорогих и любимых людей, родителей, детей, друзей. Всех тех, за кого все они и сражаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!